Давайте так, я бы вот как раз, ну немножко отвлекусь. Я убедительно вас прошу, я не буду, как бы вы там не пытали меня, называть фамилией. По одной простой причине, как главный тренер, я должен защитить своих спортсменов от излишнего психологического давления, в том числе и прессы. Значит, у нас, мы выступаем во всех шести эстафетах, значит, наиболее реальные шансы на завоевание медали у нас мужской, женской комбинированной эстафете, эстафете 4 по 200 вольным стилем у женщин. Вот три приоритетных эстафеты я назвал. Значит ли ваши слова, что вы будете ограждать спортсменов от излишнего общения с прессой? Или все-таки будут какие-то непрессы? Нет, 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 нет. Вот давайте я начну с похвалы, не знаю, чем это закончится. В этот раз, как ни удивительно, журналисты ведут себя максимально корректно и выдержанно. Никто из журналистов не позволяет заранее экстраполировать провал или удачное выступление. Это положительно сказывается на команде. Ни в коем случае мы ограничивать не будем. Но я хочу сразу журналистов предупредить, что финальные заплывы заканчиваются в первом часу ночи. Учтите, допинг, значит, надо попасть в Олимпийскую деревню. Поэтому в рамках подходов прессы ребята будут четко и внимательно работать. А к вам у меня просьба. Если понимаете, что завтра человек, выиграв какую-то медаль, завтра плывет в эстафете, поэтому отнеситесь, как бы он с удовольствием вам через день даст подробное интервью. После эстафеты, да? После эстафеты? Да, да, это нормальная ситуация, но я говорю, никто из журналистов не пытался скорректировать действия тренеров, и главного тренера в том числе, это достаточно удивительно. Раньше это бывало достаточно часто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова